Да, вот о чём мы хотели обязательно сказать, что каждый день в 11-15 часов абсолютно бесплатные сеансы в ДК Железнодорожников. Выступление. Три раза, по-моему. Всё, я накажусь. Я после передачи обязательно накажусь, меня премии лишат. Значит, два выступления бесплатных и в 19.00 платное выступление. Но я считаю, что это такие копейки по сравнению с мировой революцией. Если на доллары перевести, так это вообще смешные деньги. Тем более, когда речь идёт о здоровье. Здоровье, да. В ДК Железнодорожников, потому что я сама видела видео. Там уже есть два бесплатных сеанса. Да, по 11 и 15. Вечером я беру самые трудные. Что можно сделать? Самые трудные. Я беру твёрдую ткань. Скажем, варикоз. Я днём это делаю иногда, но в основном... То есть, остеохондроз, это всё вечером. Поэтому оно требует каких-то таких, ну, более большего кота поощрения. Тем более, что у меня люди, которые проживают в гостинице, оплата этого самого помещения. Действительно, цены там вообще никакие. Потому что приезжают махать или рук, они берут где-то в 20 раз больше, являясь никем. Понимаете? А выматывает вот это под конец дня? Как вы себя чувствуете? Или наоборот вы... Да, почему вы матываете? Если я что-то не умею делать, буду забивать гвозь. Я не умею забивать гвозь. Я побью себе пальцы, это меня будет выматывать. Но если я что-то делаю, любя, и что-то мне нравится, то я наоборот сам лучше себя чувствую. И только. Я же сказал, начинается выступление, я рыба в воде. Начинается гостиница, дороги переезда, я рыба выброшена на сушу. Слушайте, ну у вас ведь сумасшедший график. От нас вы улетаете с 16-го. Народ до 16-го, у каждого есть шанс. Новотроиц, Гай, просыпаемся, Восточная Оренбуржья. Анатолий Михайлович Кошпировский с бесплатными встречами. Выступлениями, да. С бесплатными встречами. Не воспользоваться этим, надо быть просто каким-то глупцом, я не знаю. Но ведь вы одна с 16-го улетаете. У вас там, насколько я знаю, мне нечаянно вот так рассказали, что у вас там встречи и записи на телевидении, а потом вы уезжаете опять куда-то. Да, планируется 19-го числа интервью с Меньшовой. Планируется так. С Юлей Меньшовой, да? Да, и может быть даже с программой с Корчевниковым, потому что он две таких передачи сделал, что я просто в шоке от него. А это по второму, по-моему, каналу? Россия. Вот такие передачи, там такие ляпы сделал, ну просто как специально, понимаете? День моего рождения, приехал, мой день отпраздновал. И тут на тебя во время передачи писал, Крапировский ненавидит экстрасенс. Извините, у меня нет ненависти ни к лопам, ни к мухам, ни к лохам. И в том числе к экстрасенсам. Они где-то, ну не блохи, ни клопы, но по крайней мере пьют кровь с моего дела. В каком плане? Это мои передачи. Телевизионные мосты позволили родиться умственной эпидемией психоцелительства. И всякое шарлатанье ринулось махать руками. А хотя я руками не махал. Ну это примерно как потомственные бабки, колдунья в 25-м поколении. Да, да, да. Деструкция общественного сознания страшная. Но вас ведь на самом деле редко можно увидеть на телевидении. Мы тут перед программой, нашей программой, нечаянно нашли кусочек выступления, где вы были у Андрея Малахова. Но не надо, пожалуйста, не надо. Там была провокация. Там была чисто вода провокация. Да, да. Я считаю, что вы повели себя как мужчина. Что мне было делать, когда этот врач, хотя трудно назвать врачом, он специализировался на очень гадких вещах, по телевизору даже неохота мне по программе говорить, Распутинские, так сказать, вопросы разбирал, его анатомия и прочее. И вдруг он начинает на меня тыкать пальцами, говорит психофашист. Это я психофашист? В чем я психофашист? Пускай хватит слова и прочее, прочее. Я сдержался, но я же должен был что делать? Коррекцию носов, борцов и боксеров. Хотел всей стране показать, как за какие-то секунды выравнивается нос. Люди начинают дышать. А Малахов обманул. Вот и солгал. И оказывается, это врач из Петербурга. Ну а потом дальше я хотел показать ему конференцию. Книга была. Сборник после большой конференции в Киеве, где больше 220 врачей, докторов науки, академиков было. И признали, что мою работу надо представить. Госпремия, доктор наук без защиты. И другие регалии. И Малахов этот уходит. Я разворачиваю эту книгу, говорю, давай, вот я прочту заключение. В это время этот урод выскакивает впереди, меня встает хамло. Кто-то делает. Это просто ужас один. Я его за воротник не хотел убрать, он встает и делает имитацию Киевка. Вот это спасло и меня, и его. Если бы хотя бы одна капля упала на лицо, я бы там просто убрал. Спортивный, понимаете? Ну да, удар был очень профессиональный. Нет, не профессиональный, потому что он жив остался. А, ну ладно. Но, по крайней мере, мне другого не оставалось делать. Если бы я это не сделал, страна смачно плюнула бы, уже страна плюнула бы в мою адрес. Я уже вынужден быть из роли психотерапевта, из роли кого угодно, я должен был защищать свое мужское достоинство. И я его послал на пол. Вот и все. Жалею, что не подошел к Малахову и то же самое не сделал. Давайте вернемся к вашим встречам в Орске с людьми. Все, я уже всех слов избегаю. Вы сказали, что на каждой встрече звучат разные слова и на каждой встрече звучит разная музыка. И я с удивлением узнала, что вы, оказывается, еще... Вы сами пишете песни и музыку? Или вы просто исполняете чье-то? Так получилось, нечаянно на моем сайте там где-то описано. Но я могу вам передать пару песен. Если вы придете, потом включите. Ты будешь делать интервью? Обязательно. Надо прийти на репортаж, во-первых. Но вы придете. Знаете, вот последнюю песню записал. Как? Я беру те песни, которые мне нравятся. Это песни старых лет. А последняя совершенно новая. Называется «Мама». Или «Мама за меня Господа попросит». Про маму. Будьте плакать. Вот такую вам будет песню дать, чтобы она прозвучала у вас на районе. Мы приедем, приедем. Тем более, что я тоже пишу для этой газеты. Когда вы приедете, я прямо в зале включу. Хорошо? Хорошо. И еще какую-нибудь включу. И мы все разрыдаемся с Леной? Ну, не разрыдайте. Дело в том, что я иногда включаю это. Вот, скажем, было снятие гипертонии, что очень легко делается. У нас же масса гипертоников, которые по 30-40 лет имели гипертонию. И сейчас ее нет. Уже есть такие, что по 2 года и так далее. А есть такие, что по 25 лет после телепередачи. Включаю ее песню «Девушка из маленькой таверны». Такая лилиция. Она прозвучала. У людей прошла головная боль. Шум, звон в голове. Через пару дней проверяем. Манометры показывают 120 на 70. На 70. Да, вот такое. Так что, милости просим. Практически как космонавты. Милости просим всех докажетельно-дорожников. Два раза в день, в 11 часов, в 15 часов вход на встречу с Анатоликом Шапировским абсолютно бесплатный. Но в 19.00 он стоит символических денег. Но кроме всего прочего, и насколько я помню, что там можно купить на встречу ваши... Обязательно не можно. Потому что это является поддерживающим фактором. Ведь телепередача 89-го года дали 10 миллионов извлеченных. Да, вот у меня цифра записана. А этот человек может многократно пользоваться. И на этот счет массового сообщения. Ну то есть, грубо говоря, если вашу фотографию носить в кошельке, это боже здоров как конь? Нет, нет, так не надо утрировать. Вот я и хочу, чтобы люди знали, как делать. Не надо карикатуривать. Это надо, если вы придете, я буду знать, что вы есть. Я специально объясню, в чем суть. О, память сердца, ты сильней. Рассудка памяти печальной. Там такая фотография мощная, что хочешь, не хочешь, но интересный случай есть на эту тему. Жалко, наша передача заканчивается. Вот еще я хочу вспомнить... Да, кстати, знаете что? На моем сайте вы можете прочесть космическую историю. У меня был план сделать 10 операций с космоса. 10. И 10 космических передач. Ну, там написано... Ну, еще не все потеряно. Уже потеряно. 30 миллионов человек просмотрели, вот эти ваши... Всего 6 было передач. 300. 300. А я считаю, что... Это было 30. Извините, у меня написано 300. Не волнуйся, Лена. 300 миллионов человек из десятков стран и просмотрели. И выздоровели порядка 10 миллионов человек. И все это без гипноза. А как детей-то от онуреза вам удалось лечить без гипноза? Это, знаете, у нас начинается конференция, это долго. Не надо так акцентировать без гипноза. Согласно моему выстраданному способу общения с людьми и способу возбуждения их памяти нормальность. А там гипноз есть или нет? Вы сегодня, кстати, были в гипнозе. Да ладно. Ну, да ладно. Когда человек пробуждается, проходят 4 стадии. Все до единого. Когда засыпают, 4 стадии. Когда едет в автобусе, хорошо так, дорога, хорошее сидение, тоже засыпают. Когда летят в самолете, пролетели 5 минут, посмотрите, весь салон спит. Гипнотизер кто? Пилот на пару с дружком Боингом. Два гипнотизера. Оставьте этот гипноз в стороне. Исковерканное представление о нем полностью. Поэтому я и операции делал без усыпления, и все остальное. Меня ждут люди. Да, ребята, спасибо всем, кто слушал нас. Анатолий Михайлович Кишпировский ждет вас всех. Спасибо, Анатолий Михайлович, что посетили нас. На встречу 3 раза в день, включая по 16 декабря. Спасибо вам огромное. Крайне интересно. Мне кажется, у нас, у нас, мы тут Руслана на, да, в этом, дотекторе уже проверяли. Мы тут пели. Мы тут, что только не обсуждали. В других передачах. Но такого позитива я, наверное, никогда не получал. Спасибо огромное. Спасибо за то, что откликнулись. Спасибо за интереснейший рассказ. И вреди, как поваженный, главный декабрь газеты «Турский визик». Руслан Исмогилов. Меня зовут Лена, дорогая. Завтра будет новый день. Желаю всем удачи. И удачи Анатолию Михайловичу Кишпировскому. Спасибо вам еще раз. И до встречи. Всем пока. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова